10 декабря Чукотскому автономному округу исполнится 92 года. К праздничной дате во всех районах округа запланировано множество мероприятий, спортивные состязания, тематические экспозиции и концерты. Целый цикл событий, посвященных округу, пройдет в Анадорском музейном центре. Они стартовали сегодня с тематического познавательного квеста для школьников. Знакомство с родным краем в наглядной игровой форме. В музейном центре округа провели для учащихся образовательных школ города познавательный квест. Разделившись на равные команды по количеству станций игры, школьники проходили увлекательное краеведческое путешествие. Пять творческих площадок, они были на детях отработаны, попробованы первый раз. И мастер-классы, и этнографическая площадка, и танцевальная, культурная. То есть площадки, может быть, с такими названиями и бывали у нас. Но те задания и тот посыл, которые, это было в первый раз. Изменили форму подачи и ознакомления с действующими экспозициями. Как строился быт древних коренных народов Севера, какие уникальные орудия были созданы ими для ведения охоты. Их одежда, средства передвижения и многое другое узнали в главном зале музея на этнографической станции. На спортивной познакомились с видами и правилами национальных спортивных состязаний. Мы играли в чукотские игры. И вот сейчас недавно проходили, делали кроссфорд по чукотским предметам и как там охотились. Ну здесь можно, да, узнать очень много нового, того, что нет вообще в учебниках. Можно узнать о народах Чукотки, об игвики-моте, обо всем. Мы даже, кстати, танцевали, мы узнали о народных танцах Чукотки. А еще сколько всего коренных народов проживает на станции округа? Чем отличается их национальная одежда? Как много диалектов их родных языков? Это на станции культурной, расположившейся в экспозиции, посвященной белому медведю. Про хозяина Арктики также не забыли и посвятили ему мастер-класс по изготовлению книжных закладок. Когда мы делали закладки, нам рассказывали про белых медведей, нам рассказывали, что, например, у них кожа на самом деле черная, для того, чтобы впитывать больше солнца и согревать себя. То, что шерсть у них прозрачная, то, что они вымирающий вид животных. Все это в игровой форме, оно лучше запоминается. Мы сегодня узнали, как отличить разные народы Чукотки в танцах, в одежде. Разные конкурсы были интересные. Очень понравилось. Ну и, конечно, не обошли тему вклада жителей округа в приближение победы в Великой Отечественной войне. Завершается юбилейный год трассы Алсип. Ее строительству и обслуживанию северянами уделили особое внимание на исторической станции Квеста. По окончании ко дню округа всем детям вручили памятные призы.